Чтобы запомниться миллионной аудитории со всего мира, участники Евровидения готовы на любые безумства. Предлагаем вспомнить самых неординарных, эпатажных и шокирующих конкурсантов Евровидения за всю его 60-летнюю историю. Первыми фриками в истории этого конкурса стали удалые шаманы из немецкой группы Чингисхан. Примечательно, что коллектив создали под ключ, специально к этому конкурсу. В своем номере бесшабашные фрики изображали пляски шаманов и воспевали Чингисхана. Песня стала золотым хитом не только в Европе, но и в СССР. Что интересно, эта группа существует и по сегодняшний день. Израильская певица Шерон Коэн, перенесшая операцию по смене пола, стала первой звездой-фриком, одержавшей победу на Евровидении. Дана вмиг стала иконой шоу-бизнеса на Западе и в Европе. А сингл-дива разлетелся по миру многомиллионными тиражами и вошел в историю Евровидения как одна из 15 лучших композиций конкурса за 60 лет. После этого выступления в 2002 году трио трансвеститов Сестера хоть и удивило своим обликом, но уже не вызывало такого ажиотажа. Поэтому представители Словении, облаченные в костюмы стюардесс ярко-красного цвета, не поднялись выше 13-го места. В этом же году представители Греции Михалис Рокинзис и его команда вышли на сцену в костюмах то ли роботов, то ли робокопов, чтобы исполнить песню под названием «Я люблю тебя». Несмотря на старания ребят, а на видео явно видно, что музыканты так потеют под кожаными костюмами, что само исполнение дается им очень сложно, получили лишь 17-е место. Затишье на конкурсе длилось до 2006 года, пока нежданно-негаданно публику покорил чудовищно-зажигательный вокал от монстров из группы Лорди. Рокеры в зверских костюмах получили большинство зрительских голосов и потеснили с первого места сладкоголосого Билана, из-за чего последнему пришлось штурмовать конкурс еще раз, но это уже совсем другая история. Кстати, в Финляндии страшно поющих парней чуть ли не сатанистыми заговорщиками нарекли, обвиняя в намерении расколоть финское общество и устроить массовые беспорядки в стране, но обошлось праздничным битьем посуды финских пабов в честь победы своих. На Евровидении еще одной яркой звездой фриком стала украинка-зажигалка Верка Сердючка с песней «Дэнсинг», принесшей Украине серебро. Супер запоминающийся трек спустя годы заметил голливудский продюсер и пригласил Веру с Бенном сняться в фильме «Шпионка», так что дивиденды от участия в Евровидении Андрей Данилко получает до сих пор. В 2008 году ирландцы решили отправить на конкурс Индюка Дастина, популярного на родине Джеймса Джойса с начала 90-х годов. При этом кукла-птица исполнила на конкурсу песню 12 баллов Ирландии. Часть зрителей, слишком серьезно воспринимающих данный конкурс, освистала несчастного Индюка, и финал Евровидения Дастин так и не прошел. К счастью, на родине у него все в порядке. Кукла, которую озвучивает комик Джон Моррисон, выпустила 6 альбомов и 15 синглов. Кроме того, Индюк является послом доброй воли в Юнисеф. Россия также пополнила список неформатных участников конкурса. Для многих выбор удмуртской группы «Бурановские бабушки» в 2012 году стал полной неожиданностью. Самой молодой участницей коллектива было на тот момент 54 года, а самый пожилой – 76. Кстати, в том же году в Великобритании представлял 76-летний Энгельберт Хампердинг. Скандальный образ женщины с бородой Томаса Нойверта под именем Кончита Вурст стал одним из самых обсуждаемых в мире. Выступление и победа конкурсанта от Австрии буквально взорвало общество своим эпатажем. При этом певец отмечает, что Кончита – это его альтер-эго, и травести является для него лишь циническим жанром, тем самым давая понять, что пол он менять не собирается. На работе он фрау Вурст, а дома просто Том. На конкурсе максимальные 12 баллов Кончита получила сразу от 13 стран. Ну а какие участники удивят нас в этом году, узнаем 13 мая в финале конкурса Евровидения.